Мы с вами находимся в состоянии, когда перед каждым человеком есть выбор, да, вот есть принцип одного глотка, знаете такой принцип глотка, что такое принцип глотка? Это если я набираю в рот какую-то жидкость, у меня есть всего два варианта, я могу либо проглотить, либо выплюнуть. Третий вариант тоже доступен, это что? Это возможность держать эту жидкость в полости рта, но если я буду держать жидкость в полости рта, не сплевывать и не глотать, естественно это ни к чему не приведет. Я просто буду обездвижен и ограничен в своих действиях, разговаривать не смогу, где-то даже трудно будет дышать и не только. Поэтому, если у вас есть какая-то жизненная трудность, если есть какой-то запрос на какое-либо изменение, к этому запросу необходимо подходить с точки зрения принципа глотка. Набираем в рот жидкость. Проглотил, видите? А мог бы выплюнуть. И выплюнуть и проглотить это решение. Когда женщина стоит перед какими-то сложными обстоятельствами, либо мужчина стоит перед какими-то сложными обстоятельствами и не действует. То есть он либо принимает эти обстоятельства и успокаивается, либо делает что-то для того, чтобы их изменить, эти обстоятельства. Но и то, и другое является действием. Стагнация в данном случае разрушительна. Поэтому, когда вы задаете вопросы и в телеграм-каналах, и когда вы задаете вопросы здесь в инстаграм, и когда вы пишете мне на почту, и в разные другие социальные сети, и на почту, я понимаю прекрасно, что каждый вопрос требует детального изучения. Почему? Потому что для каждого из вас он является самым значимым. То есть обесценивать его с моей стороны безусловно нельзя. Но, когда ты обращаешь внимание на отсутствие действий, огромное количество людей сливают энергию просто в никуда. На переживания, на свои страхи, на нахождение в деструктивных отношениях. Поэтому тут необходимо пойти в какое-то действие. Либо вы успокаиваетесь. Вот как в примере с девушкой, которая изменяет муж. Что с ней происходит? Она находится в постоянной тревожности. А когда человек находится в постоянной тревожности, что происходит внутри этого человека? Естественно, он разрушается. Естественно, формируется предрасположенность к психосоматическим болячкам. Естественно, страдает вегетативная нервная система, центральная нервная система, иммунитет, психика и не только. Почему? Потому что долгосрочное пребывание в стрессе противоестественно для человеческого организма. Да, у нас есть естественные эмоции, благодаря которым мы способны в том числе и выживать. И благодаря этим эмоциям наши с вами предки десятками тысяч лет выживали. Но когда мы игнорируем их, это угроза для жизни. Самое настоящее, иммунный ответ понижается. Вместо того, чтобы бороться с инфекциями, бактериями, какими-либо вирусами, которые проникают в наш организм, плюс те же раковые клетки, которые ежедневно появляются в организме каждого человека. Организм становится недееспособным. То есть, он неполноценно обеспечивает нас безопасность существования. И сейчас преддверие нового года. И вот в новый год люди садятся за стол, бокалы с шампанским, пожелания, салфетки поджигают, какие-то обряды, ритуалы совершают, чтобы сбылись мечты. Мечты не могут сбываться просто так. Мечты сбываются там, где есть дисциплина и действия. А дисциплина и действия говорят о чем? О том, что они в принципе присущи каждому человеку. Вы же просыпаетесь утром, идете на работу даже тогда, когда вы этого не хотите. Это называется дисциплина. И вот если бы вы с такой позиции подходили к работе над собой, не пытаясь искать какие-то мотивационные инструменты. Вот самый лучший способ начать действовать, не нужно искать мотивацию. Нужна дисциплина. Дисциплина рано или поздно эту мотивацию сформирует в вас. И это же целый комплекс мер. Это не какое-то единичное действие. Как полюбить себя? Ну как полюбить себя? Это комплекс действий. Это работа с границами личного пространства. Это работа над негативными установками и паттернами негативного мышления. Это базовая безопасность, внутренняя опора, сепарация от родителей. Самооценка ваша. Выход из треугольника Карпмана. Работа над частями психики вашей. То есть такое, знаете, масштабирование, зрелые психологические части, управление эмоциями. То есть и эмоциональный интеллект тут тоже нуждается в проработке. А это все требует дисциплины. И безусловно, например, даже те девушки и мужчины, которые идут на мои программы работать, Если там есть дисциплина, они всегда добиваются результата. Если человек идет в работу с позиции, а мне понравится или не понравится, с позиции, а где найти мотивацию, как выйти из зоны комфорта. Зоны комфорта не существует. Нет, она существует. Но обычно из нее люди не выходят. Вот зачем мне выползать из-под пальмы, где есть тень? У меня есть холодная кокосовая водичка. Прям в кокосе с трубочкой. Меня обдувает прохладный ветерок. Зачем мне выходить из-под пальмы и становиться под солнце, если я нахожусь в зоне комфорта? Нужно выходить из зоны дискомфорта. И вот зона дискомфорта, она является таким двигателем. То есть встал и пошел. Встала и пошла. Из зоны комфорта зачем выходить? У меня все устраивает. Зачем мне больше работать, если мне хватает тех денег, которые я зарабатываю? Для чего это надо? Это абсолютно лишний энергозатрат. А вот когда мы говорим о зоне дискомфорта, это значит присутствуют жизненные обстоятельства, люди, еще какие-то события, внутри которых, либо рядом с которыми я себя чувствую, несчастливой, нелюбимой, унижают меня, подавляют. То есть мне, одним словом, плохо. Вот оттуда нужно выходить. И каждый человек в преддверии Нового Года должен для себя лично обозначить те самые зоны дискомфорта, которые он должен взять под контроль. Понимаете? Вот это самый лучший способ что-либо изменить в своей жизни.